Ну вот, друзья, Алексей, а у нас там еще репортажи, да, ты хотел показать последние? Ну, друзья, приветствую вас на нашем дневном уже основном технико-экономическом вебинаре, который идет в 13 часов. 12 часов – это у нас так для новичков, вот, так сказать, для водной части, чтобы, ну, можно сказать, для разогрева. И дальше мы, конечно, переходим к одной теме наших вебинаров, то есть цель и задача – то, что мы ставим перед собой, и то, что мы согласовываем и с Анатолием Довичем Юницким. Он, как оказывается, всегда очень внимательно, с интересом смотрит наши вебинары, вот, потому что очень часто от него идут такие критические замечания, вот, естественно, что мы всегда их учитываем, вот. Но в основном у нас идет, ну, скажем так, не то, что не состыковка, а неправильная трактовка или неправильная подача определенных именно цифр и понятий. То есть именно там, где связано именно с конкретной инженерией, потому что зачастую мы с вами не… люди, которые не занимаются именно глубокими знаниями, не обладают глубокими знаниями в инженерии и в работе материалов, для нас очень многие цифры просто не имеют никакого значения. Ну, например, в репортаже прозвучало такое, что намораживается 5 сантиметров льда и идет колесо, и она его не замечает. Вот, чтобы понятно, что для железной дороги такого рода, особенно для скоростной железной дороги, такого рода явление, оно просто невозможно. Вот, и, соответственно, движение по такого рода заносам и обледенению склона в 10% градусов для подвижного состава не может быть, потому что это объясняется как раз в той брошюре, которая была представлена на экспертный совет для Минтранса, там, где показана именно схема, как устроено колесо, как идет контакт между колесом и рельсом, и именно из-за того, что там очень сложная система, даже из-за того, что контактное пятно очень большое с большим напряжением, но из-за того, что все остальное пространство не напрямую и не плотно прилегает, возникают разные напряжения, таким образом лед будет просто скидывать колесо со льда. И таким образом при таком обледенении, при такой схеме железная дорога не может двигаться. Более того, я могу сказать, что я был просто шокирован, когда узнал определенные такие цифры и факты о том, что скоростная железная дорога, допустим, во Франции, которая передвигается со скоростью более 350 км в час, так вот, она работает только 12 часов в сутки, а остальное время идут специальные шлифовальные машины, которые шлифуют рельсы для того, чтобы с микронной точностью выправлять и для того, чтобы составы, которые на следующий день будут идти с такими скоростями, могли комфортно двигаться и не было опасности схода. То есть, представляете, каждый день шлифовка рельсов. А так как это рельсы повышенной прочности, высоко легированной стали, то представляете, какие это шлифовочные машины, какая-то работа и какая-то себестоимость проезда. И, соответственно, опять же, цифры, когда Юницкий приводит, такие цифры, что на одного пассажира в скоростном железной дороге там порядка 20-25 кВт мощности на одного пассажира. Тоже вроде как казалось, ну и что? А у нас это просто на порядок ниже. Поэтому, когда начинаешь сравнивать и вот эти вот вещи смотреть, то из этого и складывается и себестоимость, и преимущество технологии. Потому что основной вопрос, который начинаешь давать, я его слышу очень часто, это чем вы отличаетесь от других? Или чем вы отличаетесь? Люди же задают вопрос, который они слышат. Чем вы отличаетесь от монорельса? Понимаете? Ну, тут один ответ всем. Вот Юницкий сейчас в репортаже показал, был, как строится. Я сейчас, интересно, был на одних встречах, на переговорах, и проводилось сравнение с японской железной дорогой, которая была построена на Тайване. Вот, и, соответственно, опоры, тонн, нагрузка на пролете и так далее. Эти, кстати, все расчеты и сравнения есть вот в этой брошюре, о которой я неоднократно говорил. Алексей, дай тоже потом ссылку еще раз на брошюру. Тут надо, чтобы она была у каждого, потому что это, скажем так, наиболее наглядное расчетное пособие по SkyWay и по сравнению с основными технологиями. Поэтому для тех, кто реально и серьезно интересуется и занимается этой технологией, надо не просто это изучать, смотреть и всегда держать под рукой, потому что это наиболее наглядная, четкая и структурированная информация, которая очень и очень полезна. И у нее основное преимущество в том, что при доказательной базе, которая формировалась в экспертном совете Минтранса, ни один эксперт, которые изначально были настроены, скажем так, недоброжелательно к проекту, не смогли возобновать. Поэтому это тоже обязательно иметь всегда под рукой. И ссылка, когда кто-то вас спрашивает, давайте посмотреть, потому что это серьезный материал. Естественно, могут понять и оценить только люди, обладающие определенными знаниями, определенной информацией, но она все-таки изложена довольно-таки популярно, довольно-таки доходчиво. И я думаю, что при определенном усилии те цифры, которые там приведены, те доводы, которые там приведены, аргументации, они могут использоваться каждым. Поэтому, друзья, мы сейчас, каждый наш вебинар начинаем с репортажей, которые сейчас идут, как видите, информационное пространство стало обширяться, оно стало совсем по другой логике строиться. Если раньше основная информация шла с наших вебинаров, там еще два года назад, год назад, или с конференций, которые мы проводили, то на сегодняшний момент доведение информации в информационном поле, в интернете, оно очень обширно. Это и сайты, которые идут, и основной компанией, и фондов, которые сегодня продвигают информацию, и наших партнеров, огромное количество сегодня информационных ресурсов. Это и группы ВКонтакте, и в Фейсбуке, это и каналы на Ютубе, и сам канал головной компании, и всех остальных партнеров, которые двигаются. Поэтому сегодня информационное поле очень большое, и это все помогает сегодня работать, в том плане, что когда вы приводите аргументацию для того, чтобы кому-то обосновать и показать, вы можете использовать любой из этих ресурсов, вы можете использовать любой из открытых источников, и это будет очень серьезно и убедительно, и я могу сказать, что работает это очень и очень хорошо. Поэтому на сегодняшний момент так как развивается проект, так как развивается компания, она как раз сегодня уже подошла к этапу, когда мы начинаем опять возвращаться к возможности вести переговоры с крупными инвесторами, с крупными заказчиками, чего мы не могли делать, или что мы прекратили с Юнитким делать практически где-то 3 года назад, после неудачных переговоров с очередным крупным инвестором, или как мы их называли тогда стратегическими инвесторами. Потому что при переговорах со стратегическим инвестором, который смотрит только видеоролики, видит чертежи, анимации, и не видит то, что происходит, то складывается впечатление, что это все далекое будущее, это все нереализуемые проекты, это все, что будет когда-то, где-то, и тем более не у нас. Сегодня, когда демонстрируется уже эко-технопарк в Марьиной Горке, когда есть результаты продувки в аэродинамической трубе, кстати, мне тут писали, когда будут официально представлены, то, что мы их несколько раз обучивали, я с Анатолием на прошлой неделе говорил, он сказал, что этот вопрос несколько затягивается, и оказалось, что причина находится не в плоскости тех результатов, которые получили, а что сегодня результат по уточнению коэффициента ЦХ лежит в тысячных долях коэффициента. А оборудование, то есть те, кто работали десятки лет на этом оборудовании, они просто не считали, у них не было необходимости такого рода продувок и расчетов, потому что не было таких аэродинамических средств, которым надо было рассчитать, и у них основной показатель, разница в основной показатель уходила в тысячные доли. И поэтому оказалось, что не готово к этому измерительное оборудование, то есть они дали настолько большую погрешность, которую так могли посчитать, не обязательно для этого трубу надо было вести. Они дали настолько устаревшие методики, что на сегодняшний момент результат получен, а обрабатывается он сегодня, ну скажем так, устаревшими методами, для того, чтобы сегодня выйти на более-менее, скажем так, правдоподобные или более-менее, скажем так, правильные расчеты, для этого надо очень много что менять, в том числе и методики продувки, методики расчетов, и кое-что даже в самом измерительном оборудовании. Поэтому сейчас можно сказать, что научный эксперимент поставлен, он дал настолько серьезный результат, что те, кто его ставили и делали, продували, они не готовы к его обработке. Поэтому этот процесс сейчас несколько, ну скажем так, вышел в другую плоскость, и скорее всего придется ставить либо новое оборудование для продувки, там для измерения, либо использовать другие методики. Поэтому сейчас мы пользуемся теми расчетными цифрами, которые выведены в конструкторском бюро, которые выведены с помощью компьютерного моделирования, то есть эти коэффициенты в этой брошюре сегодня все даны, то есть это расчетное, это где-то 0,05 по CX. Единственное, можно сказать, что экспериментально это все точно подтверждено, и на сегодняшний момент просто нет серьезных аргументированных заключений, которые могут это обосновать. Но это, друзья, как раз мы сталкиваемся с тем, что вся научная и измерительная база, которая была сделана для другого вида технологических средств, таких как автомобили, там самолеты, они продували торпеды, паракеты в этих аппаратах, то есть они даже близко не могли подойти к таким коэффициентам аэродинамического сопротивления, каким подошел сегодня «Ленинбус». И, соответственно, это только является еще одним подтверждением той научной новизны и того научного результата, который сегодня достигнут в конструкторском бюро. И сегодня те программы, которые моделируют аэродинамическую продувку, которым пользуются сейчас в конструкторском бюро, они дают даты, которые пользуются как раз для расчета экономического эффекта. А здесь я могу сказать, возвращаясь к нашим вебинарам, неделю назад, две недели назад, где мы с Алексеем очень подробно, очень долго рассказывали о аэродинамическом сопротивлении, и задача была донести о том, что, друзья, скоростное движение, это только аэродинамика. Это аэродинамика безопасность, аэродинамика это энергетические затраты, аэродинамика это технология строительства, аэродинамика это технология подвижного состава, связанная с комфортным движением, и как раз на скоростях свыше 500 км в час аэродинамика становится ключевым фактором скоростного, безопасного и дешевого движения. И как раз основа технологии в том, что с точки зрения аэродинамики она дает такие результаты, которые не может даже приблизиться ни одно транспортное средство, которое используется сегодня на Земле. То есть, будь то автомобиль, будь то скоростная железная дорога, будь то самолет, будь то ракета, неважно, что это, все они сегодня с точки зрения аэродинопорядок проигрывают сегодня Юнибусом и Скайвеем. И поэтому один из аргументов, один из основных факторов, которые надо сегодня учитывать и объяснять при аргументации с потенциальными инвесторами. Ну и соответственно, то, что сегодня акцент, который очень важно сделан, который тоже надо не забывать, это основная часть и основная концепция и основное преимущество технологии Скайвеем, это безопасность. И это возможность строительства в различных климатических условиях. И что самое главное, это возможность противостояния стихийным бедствиям, которые как-то землетрясения, потому что Юницкий четко показывал, а я еще присутствовал на одной из встреч, когда Юницкий с одним из академиков показывал на примере кожи, и он показывал, что в природе нет ни одной статичной конструкции, все предварительно напряженные. Будь то дерево, которое стоит, оно шатается, гнется, трава, которая стоит, и колос зерна, пшеница, которая растет на 2 метра, если смоделировать такую же статичную конструкцию какого-нибудь небоскреба, он не выдержит никогда. Но, тем не менее, в природе за счет того, что есть напряженные конструкции, колосья довольно-таки тяжелые колеблюкса, но, тем не менее, не ломаются. То же самое кожа, которая у человека, которая эластичная, которая может растягиваться, стягиваются те же, соответственно, деревья, которые могут расти на большую высоту и выдерживать огромные нагрузки. Все это, друзья, предварительно напряженные конструкции. У них внутри есть система, которая напрягается и которая делает эту систему крайне устойчивой. Так вот, если говорить про сквей, про предварительно напряженную конструкцию, почему она не боится сегодня землетрясения? Потому что закладываются настолько избыточные сегодня характеристики по прочности, что даже десятибалльное землетрясение, где будет колебание почвы, это, соответственно, будет напряжение в путевой структуре, но не приведет к ее разрушению, потому что она может сжиматься, разжиматься, и, соответственно, она так же гибкая, как кожа человека. И это также очень важно понимать. И я общался потом с этим академиком, для него это произвело очень такое серьезное впечатление, он действительно смотрел на кожу, он говорит, а ведь правда, у нас же нет ничего статичного. Более того, когда возникает статичный участок кожи в виде какого-то нароста или покров после повреждения, то это уже неестественно, это уже какие-то аномальные явления. Поэтому даже кости у человека и то они напряжены таким образом, чтобы иметь максимальную прочность. Вот, таким образом, друзья, сейчас мы говорим о чем? Что технология, которая сегодня движется, которую мы продвигаем, которую мы делаем, то, что сегодня становится очевидным благодаря нашим с вами усилиям, она имеет неоспоримые преимущества, которые сегодня нельзя просто отмахиваться и нельзя отвергать при сравнении с другими технологиями. Будет очень интересный момент, мы его все очень ждем. Это действительно, когда технология Skyway будет участвовать на одной выставке с технологией Элона Маска Гиперлук. Вот, это так называемая петля. Так вот, чем интересно сегодня это сравнение? Потому что это два абсолютно технологических разных подхода, два абсолютно разных концепта, которые решают одну задачу. Это скоростного перемещения пассажиров и грузов. И Элон Маск заявляется сегодня о скоростях в 1000 км в час. Skyway, как ведет речь, Юницкий заявляет о 500, максимум 600 км в час. Хотя он, в принципе, говорит о том, что можно уходить на скорости и в 1000 км, но энергетические затраты будут несопоставимы и не оправданы по сравнению с теми, которые делаются на скорости 500-600 км в час. Но, тем не менее, 600 км в час – это уже сопоставимая скорость, но по энергетическим затратам сегодня Skyway и Перлуп просто не могут находиться рядом. И здесь как раз с точки зрения безопасности, то есть создания глубокого вакуума для перемещения на Земле. То есть, представляете, мы должны на Земле в трубе создать космос, который находится в верху, для того, чтобы в нем перемещаться. И это только для того, чтобы снизить вот это сопротивление ЦХ. Это для того, чтобы снять аэродинамическое сопротивление. И как раз для того, чтобы бороться с этим сопротивлением, необходимо на Земле создать космическую систему, то есть космос внутри трубы, потом систему шлюзования. Представляете, что миллионы пассажиров должны через систему шлюзов войти, выйти из этой системы и, самое главное, обеспечить систему безопасности, потому что любая техническая неисправность подвижного состава приводит к фатальным случаям. Даже если вы сразу, раз герметизация не произошла, катастрофа, для того, чтобы добраться до того модуля, где он находится, то есть это тоже должна быть целая спасательная операция. А значит для этого, чтобы эта операция, которая идет часами, значит для этого должны быть запасы бортовой воды, запасы бортового кислорода, запасы топлива, для того, чтобы все это обогревать. Так вот, друзья, все это сегодня с элементарной точки расчета сегодня говорит о том, что система, которую предлагают наши конкуренты, она сегодня технически нереализуема. И что самое главное, я считаю, что Эллен Маск, который сделал нам очень серьезно по тому году, он сказал, что технической демонстрации ни в этом, ни в следующем году компания Гипплуд не планирует. Понимаете? И сразу ответ на очень многие вопросы. То есть, с одной стороны, создали ожидание, создали спрос на технологию, на скоростное быстрое перемещение. С другой стороны, говорят, что мы технологически не готовы дать это решение ни в этом, ни в 2017, и скорее всего даже в 2018 году. То есть, какая ценность этой технологии, которая в ближайшие три года даже не может быть продемонстрирована, не говоря уже о том, чтобы дать какие-то результаты. И в этом плане, конечно, Skyway будет выглядеть не то, что будет выглядеть, а выглядит абсолютно по-другому, потому что в этом году мы уже демонстрируем. У нас уже в течение ближайших двух-трех месяцев будет демонстрация легких систем юнибайков, которые могут занять целую серьезную нишу на рынке сегодня легких транспортных перевозок, на рынке спортивных услуг, на рынке туристических услуг. Это сегодня огромная ниша, которую мы активно сегодня формируем, где мы сегодня заключаем уже соглашение и договора с регионами, где мы формируем компанию. Этот процесс активнейшим, активнейшим образом идет. И я думаю, что кто будет в апреле на полигоне в Марьиной Горке, он уже увидит прототипы, во всяком случае, еще и действующие, но, скажем так, в каком-то виде, который готовится для демонстрации. Естественно, что так как сегодня идет защита интеллектуальной собственности, то мы не можем показать ни форму, ни тем более даже внутреннее устройство этого подвижного состава, этих юнибайков. К этому тоже надо относиться абсолютно с пониманием. Вы помните, когда показывали Ландр-200, я очень хорошо это запомнил 4 года назад, так они его даже облепили пенопластом и замотали весь тряпками для того, чтобы когда он делал первый пробег, чтобы никто не видел формы автомобиля, потому что предварительно знать форму, это тоже очень серьезная подача для конкурентов. Поэтому, не говоря уже о том, что мы демонстрируем концептально новую систему, и заранее ее показывать тоже ни в коем случае сегодня нельзя. Но, тем не менее, какие-то элементы, какие-то вещи, какие-то строящиеся отдельные узлы, мы, естественно, вам покажем, вы, естественно, увидите, но, естественно, с оговорками, с тем, что это нельзя будет фотографировать, что это нельзя будет снимать, что это нельзя будет куда-то передавать, и, естественно, чтобы это нельзя было связать в одну систему. Вообще, друзья, мы на прошлом вебинаре тоже с вами обсуждали этот вопрос, я еще раз к нему вернусь, что мы сегодня тоже со временем будем менять информационную политику, потому что очень много того, что мы сейчас даем и показываем, это исходит только из того, что мы отчитываемся и показываем перед вами, как перед партнерами, перед вами, как перед акционерами, перед вами, как участвуют в проектах, о том, что сегодня делается. Хотя, с точки зрения, друзья, построения бизнеса и построения конкурентной среды, конечно, очень многие вещи, которые сегодня делаются, они ни в коем случае не должны показываться конкурентам, потому что это инструкция для того, то есть мы убеждаем и показываем за наши с вами деньги, за деньги акционеров, что это работает, что это может действительно серьезно приносить прибыль. Мы находимся в условиях, когда мы не можем не показывать, потому что идет инвестирование, и мы должны сегодня партнерам и акционерам показывать, что делать. Но, друзья, с другой стороны, мы открываем интеллектуальную собственность, мы очень много показываем ноу-хау, которые сегодня предварительно показывать нельзя. Поэтому мы подходим все больше и больше к тому времени, когда определенные вещи мы будем декларировать, показывать, но показывать будем уже только в окончательном варианте, когда будет демонстрация конечной технологии, то есть это будет октябрь месяц. Поэтому тут мы вас сразу заранее готовим к тому, что очень многие вещи сейчас мы уже не будем в таком явном виде показывать, и я тоже прошу к этому относиться и вполне с пониманием, и доносить эту информацию для тех скептиков, которые кричат, что вот вы там одну опору ставите, вот сейчас вы начнете монтировать, покажите как и покажите что. Вот как раз вот это, друзья, многое показывать нельзя ни в коем случае. Если, опять же, мы с вами хотим не просто провести научный эксперимент и весь мир научить, как строить струнные технологии, а если мы с вами хотим создать технологию, хотим применить ее в конкретных проектах, и хотим, чтобы эти проекты приносили прибыль, то это, друзья, как раз и есть внедрение ноу-хау. И мы как раз очень близко сейчас подходим к тому этапу, когда определенные вещи, когда они к этому несутся абсолютно и с пониманием, и с точки зрения подхода, именно бизнес-подхода, с четким представлением, что мы делаем. Ну а наши скептики и те, кто выступает против проекта, они, друзья, естественно, будут это использовать всегда как аргумент для того, чтобы работать против. Но это, друзья, здесь никуда от этого не уйти, значит, тем более, что я тоже на прошлом вебинаре, помните, предупреждал, и сейчас еще раз напоминаю, у нас будет несколько, я таких вещей буду говорить, что сейчас проект выходит на определенный уровень, когда подключаются серьезные команды, серьезные инвесторы, серьезные игроки, и это помимо положительного момента для нас, как людей, которые находятся внутри проекта, кто работает в проекте, будет еще и сейчас сопровождаться рядом очень неприятных вещей, потому что начинаются сейчас будут индивидуальные атаки, уже именно информационные атаки для того, чтобы облить грязью лично инженера Юницкого, там даже членов его семьи, будет попытка переворошить прошлое для того, чтобы что-то показать в каком-то свете, будет попытка облить весь проект, членов команды, которые находятся, которые внутри конструкторского бюро, на меня, я знаю, четко готовится сегодня целая-целая такая, поэтому мы тоже, друзья, просим, вы все грамотные люди, вы многие знаете, у нас уже не один день, не один год, тоже я прошу к этому относиться абсолютно спокойно, абсолютно с пониманием, потому что это, друзья, естественное развитие проекта, потому что как только выходит на определенный уровень, есть, первое, конкуренты, второе, есть завистники, есть просто враги, которые против развития проекта как такового, и на сегодняшний момент это все складывается в такую уже картину, поэтому, друзья, я думаю, что и не это переживали, и всякое было, и было, когда президент Литвы выступал против Ницкого, и обвинял его там, начиная от шпионажа и кончая, так сказать, все это, друзья, тоже было, пережили, и будем двигаться дальше, как есть очень хорошая поговорка, особенно тут у меня недавно была переписка с одним умником, так называемый, который там инженерные или там экономические вопросы задает, вот, друзья, я могу сказать, что когда люди такого уровня выходят на вопросы и задают только ради того, чтобы покрасоваться и показать, то есть хорошая поговорка, ай, моська, знать она сильна, раз гавкает, ну, так сказать, на слона. Это, друзья, тоже естественный нормальный процесс, давайте всему подходить с пониманием и подходить с сознанием дела. Что, друзья, сегодня самое главное понимать и что сейчас, на каком этапе мы с вами находимся, чтобы вы каждый понимали, что мы с вами создаем и подходим к демонстрации основных элементов и узлов технологий. В апреле будет показана часть, в октябре мы готовим основную доказательную базу, которая будет убедительна для инвесторов, для заказчиков и для тех, кто играет на основных информационных технологиях. Соответственно, на сегодняшний момент мы активно ведем переговоры к теми, кто на этом этапе, когда еще не продемонстрирована технология, готов уже включаться в такую роду игру. И я могу сказать, что мы активно движемся, мы активно сейчас прорабатываем определенные уже проекты адресные, такие очень мощные проекты не только в России, это и в ряде других стран, там Монголия, Вьетнам, Боливия, еще ряд, Израиль. Вот сейчас активно прорабатывается вопрос. По мере подготовки, это уже бизнес-проекты, и по мере их подготовки и запуска, мы будем о них вам говорить, мы будем презентовать эти проекты, но опять же только после того, как это будет необходимо, когда уже скрыть или дальше тянуть презентацию этого проекта будет невозможным. Вот, к сожалению, какие моменты сейчас возникают. Приведу пример, что сейчас готовится ряд визитов с встречами с первыми лицами ряда государств, именно Юницкого как инженера, как главы компании, и по мере того, как эта информация начинает расходиться, скрыть эту информацию все больше и больше становится невозможно, потому что работают конкуренты, работают различные спецслужбы в странах. Вот, поэтому по мере того, как это начинает продвигаться и выходить уже в более такой практическую плоскость, это становится уже предметом обсуждения. Поэтому, когда это будет необходимо, мы эту информацию будем до вас доводить, обсуждать, делать именно с той точки зрения, как это будет все отражаться на нам с вами, как безопасности акционеров, на наших с вами, как участников проекта, как нас с вами именно как продвижение технологии Skyway, и мы, соответственно, с вами тоже будем все это видеть, делать. И одно я могу сказать сейчас, что интерес к технологии растет просто прогрессирующими темпами, что количество участников и желающих войти в проект становится все больше и больше. Сейчас идут активные именно обсуждения условий, взаимодействия, и как это дальше будет развиваться, продвигаться в будущем. Поэтому эта активнейшая работа, которая сегодня проводится, она чуть позже даст свой результат. И на сегодняшний момент я могу сказать, что когда вы будете своим пневмом, которых вы приглашаете, говорите о том, что краудинвестинг к концу 2016 года, скорее всего, будет свернут, друзья, это, я могу, трудно сказать, насколько это процентов, но это крайне вероятная вещь. И, соответственно, тот инвестиционный пакет, который сегодня формируется на таких венчурных премиях, друзья, это очень дорогого стоит. И вот к этому как раз надо относиться. Надо пока рассказывать в интернете. Да, проект в Ирландии, в Армандо узнать, или этот проект в Корневой. Так, ну здесь давайте, по Ирландии это отдельная, как бы сейчас тема, подписали соглашение, сейчас идет конкретное формирование этого адресного проекта. Ведь конкретный проект может только быть на конкретной трассе, на заказах, на предпроекте. И вот эта работа как раз сейчас активнейшим образом идет между компанией, которая работает в Ирландии по продвижению проекта, и конструкторским бюро, не только дальше, Емитского, которое продвигает этот проект. Так, будут большие скидки. Так, ну я не могу сказать, будут ли большие скидки. Здесь вопрос, тут на прошлом вебинаре мы обсуждали такой вопрос, что сделать предложение для Анатолия Дарча, что в честь, ну вот как бы там годовщины проекта, запуска и дня рождения, сделать какой-то подарочный проект. Но, насколько я знаю, этот процесс идет в проработке, и, ну я не знаю, наверное, в ближайшую неделю-две мы об этом узнаем. Одно я могу сказать, что на сегодняшний момент необходимо намного увеличить интенсивность по привлечению и по финансированию проекта, потому что на сегодняшний момент мы выходим на заказ очень большого количества оборудования, а все наши потенциальные заказчики, исполнители, они не работают без предоплат. Поэтому, вот начиная где-то март-пель-май, количество инвестиций, которые надо сделать именно в оборудование, будет резко возрастать. И в этом плане мы сейчас будем активно вести работу по увеличению интенсивности, по мере того, чтобы запускать разные программы по привлечению, чтобы наши инвесторы, кто уже участвует, чтобы они понимали значимость этого процесса и чтобы они увеличивали количество инвестиций, потому что это сегодня, ну скажем так, в развитии проекта крайне необходимо. Скорая стройка, отлично. Да, Александр, я с этим абсолютно ссор. Так, оно у вас будет или не все готово для новости? То есть, Вячеслав тут опять говорит, я не знаю, что вы называете, друзья, под новостями и под... То есть, если вы хотите сказать, что новость, будет ли завтра закрыт краудинвестинг или нет, то такой новости пока не будет. Скажите примерно, когда в каком году будут акции один к одному. Вот, это, друзья, я вам точно сказать сейчас не могу, потому что это будет зависеть от стратегии развития, от количества прихода стратегических инвесторов, развития проекта. Единственное, что я могу сказать абсолютно точно, что уже в этом году будет закапитализация вашего пакета. То есть, вы продать его можете дороже, чем вы за него заплатили. Вот это большой долей вероятности в этом году уже будет происходить. Так, транспортных технологий, Москва. Так, ну все, значит, давайте, друзья, сейчас мы делаем таким образом. Я передаю слово Алексею. Алексей, тогда твоя часть. Я в конце, как всегда, сделаю небольшое заключение, связанное с экономикой и макроэкономикой, потому что здесь это обойти ни в коем случае нельзя. А вы тогда, друзья, можете писать сейчас вопросы в чат. Вот, я по мере возможности буду отвечать. А на более интересные вопросы отвечу тогда уже в части, когда буду завершать винар. Алексей, я представлять тебя уже не буду, потому что новичков здесь не так мало. Я думаю, что все, кто собрались, уже Алексея Суходоева знают. Алексей Анатольевич, дорогие друзья, ну, на самом деле, я думаю, что каждый из нас с вами ждет ту новость, которую вот Вячеслав Ковалье имеет в виду. Каждый ожидает, что когда же уже действительно мы полностью соберем инвестиции. Друзья, я одно могу сказать, что этот процесс настанет, потому что уже точка невозврата, на мой взгляд, пройдена. И, соответственно, то, что мы уже достигли, это огромные результаты. И эти огромные результаты сейчас являются конкретной доказательной базой для того, чтобы полностью убедить, и первичные переговоры, опять же, повторяем, неоднократно повторяли, были проведены. То есть это закрытая информация, не будет не разглашаться ни кем, кто знает эту информацию. И по мере возникновения конкретных фактов, результатов этих переговоров, по мере возникновения конкретных ресурсов, вы будете о них узнавать. Но, собственно, я хотел бы сказать о новости, особенности новичкам, которые перешли на технико-экономический вебинар расширенный, что сейчас происходит такой шквал новостей, что иногда одна за другой в один и тот же день появляется. И вот на днях появилась новость очень и очень серьезная, то, что в сентябре Skyway, технология Skyway и корпорация Skyway примут участие в крупнейшей мировой выставке. То есть в крупнейшей мировой выставке, причем не на условиях, не на условиях тех, что, допустим, мы приобрели стенд и так далее. Это может сделать кто угодно. На условиях, что мы были приглашены. И Fusion Mobility Park Exhibitors в 2016 году, это будет как раз-таки наши конкуренты Hyperloop и Skyway Technologies, и, я не знаю, напротив друга, возможно, будут находиться стенды, как это будет, покажет время. И, возможно, даже Виктор Бабурин, Анатолий Эдуардович Веницкий, те люди, которые поедут туда, возможно, даже пересекутся, в том числе с Илоном Маском, с директорами, с руководителями Hyperloop. Потому что конкуренты тоже между собой общаются. И это нормальный процесс. И к чему приведет эта выставка, которая пройдет 20-23 сентября. То есть, действительно, на этой выставке будет обсуждаться транспорт самого ближайшего будущего. И то, что нас пригласили, технологию Skyway, именно представиться, выставиться, и без каких-либо серьезных оплат стенды и так далее. То есть, именно в качестве приглашенного это, дамы и господа, это суперпоказатель, суперпоказатель после тех показателей, которые мы уже на сегодняшний день достигли. То есть, естественно, каждый вебинар я буду повторять, потому что эти новости, они постоянно увеличиваются в своем количестве. Но самые такие новости это признание экспертным советом, естественно, при Министерстве транспорта Российской Федерации. Это признание МБМ, высшая консалдинговая независимая, негосударственная компания, которая представлена в головном офисе Австралии и представительствами в самых различных странах. И сейчас вот приглашение на выставку, это из самых крайних новостей, то, что произошло. Это произошло менее чем за полтора месяца. Думайтесь в этом. Менее чем за полтора месяца. И прелесть в том, и действительно приятно. Почему? Потому что этот вопрос, не то, что он прорабатывается и готовится, он возникает как закономерный эффект и результат. Это замечательно, дамы и господа. Это конкретно показывает и доказывает, что наш проект действительно реален, действительно реально нужный и действительно реально востребованный. Соответственно, капитализация каждой продукции, которая выходит на рынок, каждая новая технология складывается из спроса. Спрос рождает предложение, предложение рождает рынок. И рынок, нам, и господа, будет триллионный. То есть это неоднократно говорил Анатолий Эдуардович Юницкий. И давайте сравним именно вот Тесла, автомобиль и Юнибус, наш всеми любимый Юнибус. То есть это может быть городской пассажирский, это может быть Юнибайк, то есть масса не более 300 килограмм. И, соответственно, сравнивался я вот брошюру, либо тот, кто имеет под рукой, сбросьте. Я не буду показывать какие-то сложные расчеты. Более того, я не побоюсь этого слова. Некоторые я и не могу объяснить или забыл вообще, несмотря на то, что на технической специальности учился. Но Анатолий Эдуардович Юницкий в брошюре по сравнению Тесла-С и Юнибуса городского пассажирского, вместимостью пассажиров 28 пассажиров показал это более чем. То есть более чем 17 раз. эффективнее Юнибус, чем Тесла-С. А почему я это сравниваю? То есть что послужило причиной? На самом деле причиной послужила одна новость интересная, которая вначале появилась на англоговорящем пространстве. Причем я думаю, что эта новость серьезно ударила по потенциалу и, возможно, стоимости акций Тесла-Моторс. То есть суть заключается в том, что существовал определенный миф. И в этот миф я в том числе тоже верил. Вот взять опять же из крупнейшей капитации компанию Эппл. Стив Джобс говорил, что мы делаем деньги на понтах молодежи. И как раз таки компания Тесла-Моторс, Илон Маск, и именно вот создав электромобиль, фактически позиционируемый, как абсолютно экологичный вид транспорта, и многие в этот миф поверили. Я тоже, честно признаюсь, в этот миф поверил и маркетингу поддался. Более того, я планировал и желал приобретать этот автомобиль, но отказался от этой идеи, так как негде, негде, соответственно, вообще заправлять. И это будет способствовать огромному неудобству при эксплуатации автомобиля. И, собственно, недавно в Австралии, вот посмотрите эту новость, я буквально вкратце освещу, что некий господин Нгуен получил огромный, крупный штраф за то, что у Тесла-С тесты показали, что произошло превышение норм по результатам тестов вредных выбросов. И это полностью уничтожение мифа, то, что Тесла-автомобиль и электромобили, это абсолютно экологичные автомобили. И, собственно, по позиционируемым 181 кВт в час фактически более чем в три раза увеличилось именно значение расходуемой электроэнергии. А, соответственно, вся эта энергия, она берется ниоткуда не возьмись, она берется конкретно из удаленных теплоэлектростанций либо атомных станций, если какие-то государства используют атомную электроэнергию. И против 181 Вт в час 444 Вт в час. И, более того, многие сейчас представители компании Тесла-Моторс опровергают этот факт, что это ошибка теста, что такое не может быть. Но, друзья, для меня было очень показательным, и об этом Анатолий Эдуардович Юницкий на самом деле твердил еще в прошлом году и непосредственно полную брошюру описал по еще большей эффективности и сравнению эффективности Тесла-С, электромобиля первого уровня, и Юнибуса, рельсового электромобиля второго уровня уже. И сейчас я неоднократно говорил в вебинарах, что мир, вообще вот сами технологии, они двигаются, на наш взгляд, на взгляд именно тех, кто вырос на школе Анатолия Эдуардовича Юницкого и растет, потому что этот рост тут бесконечный. То, что технологии, корпорации двигаются немножко не в том направлении. И это на самом деле наше с вами счастье, что сейчас рынок второго транспорта второго уровня, он недооценен. Но Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, что общий экономический потенциал у струнной технологии это тысячи триллионов долларов. Тысячи триллионов долларов, я думаю, многих эта цифра абсолютно испугает, но как минимум десятки триллионов долларов уже в ближайшем десятилетии это, на мой взгляд, можно ожидать. И именно поэтому уже более 200 тысяч людей заинтересовались технологией, следят за проектом, более 50 тысяч являются регулярными инвесторами, инвестируют действительно каждый месяц. Если говорить про конкретные технические характеристики, буквально вкратце, если приводить пример Тесла и Юнибус именно в том размере, в котором они существуют, то есть не то, что Тесла как Юнибус, а Юнибус как Тесла, то, соответственно, Юнибус эффективнее в 17,8 раз. Друзья, это колоссальный показатель. И та электроэнергия, которая необходима, тот привод, который необходима всего лишь мощность чуть больше 27 киловатт. И, собственно, что касается Тесла С, то требуется более чем 4 раза мощный двигатель. И причем Тесла С весит больше, Тесла С больше, соответственно, загрязняет атмосферу, Тесла С дороже стоит, то есть средняя стоимость я не узнавал в крайнее время уже, но это достаточно серьезная стоимость по сравнению с вами версиями именно бензиновых автомобилей и дизельных. И, соответственно, миф действительно то, что электрический транспорт в настоящее время как-то облагораживает экологию нашей планеты. На самом деле он ухудшает глобальную экологию. И, более того, транспорт стратегически необходимо и жизненно необходимо наносить на второй уровень, потому что иначе мы, даже применяя водородное топливо, то есть вот недавно Тойота испытала двигатель на водородном топливе, уже непосредственно начнется производство, но это не решает экологии абсолютно. И точка невозврата также может быть пройдена и, собственно, будущие поколения уже начнут обратный отсчет до того момента, когда невозможно будет жить на планете Земля. И на прошлой конвенции ООН очень серьезно заявляли именно по проблемам экологии, именно по проблемам парникового эффекта. И, друзья, вот эти технологии это как раз кардинальное различие. Кардинальное различие как бужевой транспорт и как куздечка, как бужевой транспорт и как автомобиль, как Генри Порт создал первый народный автомобиль. И как раз таки я не могу сказать за Тесла С, что это народный автомобиль. Немногие могут себе его позволить. Что будет касаться юнибайков, то это действительно будет народный автомобиль, электромобиль второго уровня. Рельсовый электромобиль. То есть он будет перемещаться в структуре рельсовой струнной и, соответственно, без пилотного управления. Это то, к чему сейчас стремится Google. Это то, на что вкладываются огромнейшие бюджеты. Но, друзья, зачем вкладывать огромнейшие бюджеты, если просто можно построить абсолютно иную сеть на втором уровне. И Сергей Анатольевич Сибиряков абсолютно правильно сказал про струны, про кожу и так далее. Это теория струн. И на самом деле, когда я входил в проект, меня заинтересовало в первую очередь название проекта и название технологии. Я думаю, что Анатолий Эдуардович Юницкий неспроста назвал, неспроста вообще пришла в голову идея использовать именно предварительно напряженную, закрепленную на концах анкерных опор, неразрывную конструкцию, естественно, натянутую. Это неспроста, потому что на теории струн строится вообще, мироздание, строятся многие законы, даже которые сейчас еще не открыты. И как раз вот теория струн в виде проекта Skyway воплощается в виде действительно нужной на сегодняшний день сети, ближайшей сети будущего, именно транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной. И я верю, искренне верю, что даже социальной, потому что настанет время, дамы и господа, когда Google захочет использовать свои поисковики в Unibus. И как вы думаете, что вы будете делать, когда вы будете перемещаться в Unibus сидя, например, или в скоростном транспорте сидя? Я не говорю про то, что может перемещаться лежа. Вы будете смотреть впереди расположенное сидение, и там будет экранчик. Я думаю, что он обязательно там будет, так как это необходимое условие, и SkyTrend, кстати, также планировали разработать, не выйдя на рынок, и сейчас у нас осталось конкурентов раз-два и обчелся. То есть, этот рынок не занят. Этот рынок сегодня недооценен. И как раз-таки рывок и старт, действительно, вот я хотел бы, чтобы новички и так далее все помнили, как начинался этот проект. Этот проект начался всего лишь с нескольких тульских парней. Один из этих тульских парней сейчас активно принимает участие в команде нас, Сергеем Анатольевичем. И, собственно, те люди, которые инвестируют, они сейчас, если заснули, они просыпаются, они просыпаются вообще от шокового состояния. Как так, такие новости действительно происходят. И, друзья, я не буду останавливаться на самом деле на брошюре, это все написано в брошюре, я могу своими словами это все пересказать, но это все уже написано Анатолий Эдуардович Юницкий. Но те новости, те показатели, что Tesla S не проходят экологические стандарты, не экологические тесты, что нужно платить штрафы, пошлины при ввозе электромобиля, например, в Австралию, они говорят действительно о многом. Они говорят, что вот как говорил Стивен Кови и писал неоднократно в своих книгах, обязательно рекомендую, почитайте, хорошая бизнес литература, 7 навыков высокоэффективных людей. Стивен Кови говорил, что если фокус и вектор будет выбран неправильный, то вот неважно в каком направлении и с какой силой, с какой командой плывет корабль, он все равно разобьется об Айсбе, как произошло и с Титаником. И на наш взгляд именно вот управления на первом уровне, сейчас именно вот беспилотное управление, будут перемещаться автомобили, будут такие же аварии, потому что не избавиться на первом уровне от человеческого фактора, не избавиться от возможных сбоев в системах. И будут еще более серьезные аварии, я не говорю про то концепцию, когда предполагают, что автомобили будут летать. Да, эта концепция имеет право на жизнь, но это также огромная небезопасность, огромнейшая небезопасность. И только благодаря сети новой транспортной сети второго уровня можно упорядочить движение транспортных средств без угрозы и с абсолютной безопасностью, с комфортом перемещения, быстрым, дешевым, экологичным, экономичным и эффективным на транспорте второго уровня пассажира любого типа занятия, любого сословия, социального статуса, потому что это будет народное средство перемещения. Абсолютно такое же народное, как сейчас, например, скайп, то есть скайпом обладают все, кто имеет доступ в интернет и кто имеет персональные компьютеры либо мобильные устройства. Также доступным, абсолютно доступным технология Skyway. И я думаю, что благодаря этому мы получили официальное приглашение на Inotrans 20-23 сентября в Берлине. Возможно, будет организована немецкая конференция, об этом мы скажем в будущем, возможно, не будет организована. То есть эти новости будут развиваться постепенно и при конкретном анонсе будут освещаться. Но то, что Hyperloop и Skyway, друзья, можно представить допустим год назад, ну, в 2017-2018 году. И напоминаю всем, что 2019 год ожидает нас Абу-Даби крупнейший проект строительства линейного города на одном из новых насыпных искусственных островов ОАЭ, то есть Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры предварительные прошли. И дамы и господа, когда будет создана не просто доказательная база, она уже создана. Когда будет создана и показана демонстрация и далее сертификация, ни у кого не останется сомнений, что действительно технология Skyway это мировой транспорт будущего. соответственно, каждый из нас с вами сейчас имеет огромную возможность, огромный шанс войти вдоль участники проекта. И более того, каждый из вас имеет возможность 23-24 апреля посетить город Минск, непосредственно Экотехнопарк. То есть, если говорить про нашу структуру Сергея Анатольевича, вновь образованную, то есть, это ветка «Русский прорыв», мы ее так назвали, и иностранцы желают посетить эту конференцию из США, и из Чехии, и Словакии, и с Венгрии, и с Норвегии, и с Великобритании и так далее. И сейчас готовится вопрос ВИС, я не говорю уже про русскоговорящих. Это те люди, которые уже участвовали в проекте, даже новички, есть люди, которые недавно зарегистрировались, и желают посетить, я сброшу ссылку на чат, обязательно добавляйте в этот чат, и следите за информацией, спрашивайте все интересующее вас, уже начинается массовое бронирование отелей в Беларуси, и еще определенный отель там подразумевается, скидка будет, естественно, при бронировании. И, друзья, это то событие, на котором мы ждем всех сподвижников, и те, кто поддерживает технологию Skyway, именно в плане головной компании, в плане Skyway Capital в Минске 23-24 апреля, мы вас действительно ждем. И что я хотел бы сказать, дамы и господа, новички в первую очередь, почему в первую очередь новички, потому что вы только вошли в проект, я хотел бы вам донести информацию, то, что не нужно сильно долго размышлять и сомневаться. Смотрите для себя решение, вот в ближайшие дни, как это и сделали те, кто действительно развивает проект сейчас очень активно, и не все 5000 инвесторов развивает активно проект, естественно, число инвесторов растет, но, друзья, если бы у нас было, допустим, 500 тысяч инвесторов, то результаты были бы еще более ошеломляющими. Но результаты, которые могут быть достигнуты так же, как и может женщина родить за 3 месяца, народить за 9 месяцев, вот результаты по выставкам, это планомерно достигаемые результаты именно в ходе нашей с вами эффективной работы. И вы видите на слайде количество возможных акций в пакете, стоимость, номинал, дискаунт, то есть венчурная премия за ваш риск, текущая стоимость пакета, по моему видению эта стоимость может, не стоимость, а дискаунт, может уменьшиться в ближайшее время. И, собственно, как мы говорили на вводном вебинаре, действительно, этот шанс будет, скорее всего, до конца 2016 года. Может произойти все, что угодно, и проект может приобрести какие-то неожиданные препятствия, но с которыми возможно бороться, как-то затормозиться, в чем я сомневаюсь на данный момент. И, друзья, соответственно, посмотрите, зайдите в личный кабинет, зайдите, действительно, в раздел инвестирования, посмотрите, выберите для себя удобный дискаунт, и если говорить про монету, то монете в том числе Сергей Анатольевич более подробно расскажет. Ну вот, краткий такой экскурс, расширенный технико-экономические вебинары, они больше ориентированы на людей, вошли в проект, но я искренне надеюсь, что новичкам тоже было очень интересно послушать то, что мы сегодня сказали. Сергей Анатольевич, вам слово, благодарю вас, друзья. Ну, друзья, я тут пока Алексей слушал, с большим удовольствием почитал чат, но я смотрю, друзья, вот этот вопрос по переводу акций СВИГ, он очень, ну, постоянно возникает, это значит, друзья, давайте определяться четко, и Юницкий это не раз говорил, посмотрите, вот сейчас юридическое область, которое висит, значит, до конца апреля, то есть конференции, думаю, включительно, все обязательства СВИГ должны быть в обязательном порядке переведены в корневую компанию, этот процесс идет, и тормозов никаких не должно быть, я думаю, что нет никаких препятствий ни со стороны руководства самого СВИГа, Skyway, инвеск, группу передачи обязательств, не по тем, кто перевозит, значит, здесь должны быть четко понимать, и с юридической точки зрения уже размножено все, по-моему, так сказать, здесь никаких тонкостей нет, что пока вы являетесь владельцами обязательств СВИГа, вы не являетесь акционерами Skyway, это вторичные обязательства, которые идут под те обязательства, которые приобрел СВИГ, для того, чтобы вы и по этим обязательствам вам в будущем гарантировано обещание, что по ним будут платиться обязательства, если вы хотите получить гарантию и увидеть себя в реестре акционеров компании Skyway, то вам надо конвертировать, и такое право сейчас дано, и я думаю, что, не то, что думаю, а необходимо воспользоваться этим правом и конвертировать обязательства СВИГа в обязательства корневой компании, это необходимо сделать по многим причинам, по части и в том, что при закрытии входа в корневую технологию эти обязательства должны быть там, а не у вторичных фондов, это раз. Второе, очень много идет вопросов по рассрочкам, те, которые идут, я, насколько сейчас знаю, и, может быть, Алексей меня поправит, что сейчас перевод с рассрочками, тоже вопрос решен, что можно с любой даты либо в капитале, либо в РСВ продолжать рассрочку, а там ее фиксировать по тому дисконту, который был в начале. По-моему, этот вопрос тоже решен, во всяком случае, когда я общался вот на прошлой неделе с Виктором Бабуриным и с Антонией Чеминицким, такой вопрос стоял, о том, что это не должно быть препятствием для перевода. И второй вопрос, насколько, опять же, мне сейчас известна информация, что вопрос о том, чтобы разовым все и как можно быстрее перевести, он тоже сейчас двигается. Поэтому, друзья, я думаю, что здесь никаких вот этих спекуляций, особенно, когда вы покупаете обязательства с ВИГа, вам за счет налогов, там идут какие-то экономии. Друзья, юридическая схема, которая сейчас разработана через кредитование и через договор сессию компании, он абсолютно решает все вопросы, причем неважно, в какой юрисдикции вы находитесь. Поэтому нет этих вопросов, это все спекуляции. Второй вопрос, связанный с надежностью и с доверием. Здесь, друзья, каждый из вас должен выбирать сам и определяться сам. На всех ваших курсах инвесторов вас учат тому, что надо посмотреть учредительные документы компании, надо посмотреть резюме руководства, которое есть, надо, соответственно, изучить материалы и документы, которые вам предлагают подписать и после этого принимать решение. А не удивляться потом, особенно мне, когда задают вопрос, а как я увижу себя в реестре акционеров Skyway, если я купил обязательство SWIG, я сразу могу сказать никак, вы там себя никогда не увидите. Поэтому здесь это тоже отношение каждого из вас и вы дальше должны к этому соответствующим образом подходить. Но, друзья, опять же, давайте это все оставим для юридических вопросов. И еще раз, мы повторяем, здесь говорили, здесь тоже задавались вопросы по поводу роли SWIG и так далее. Это все точка входа, это точка донесения информации до того, чтобы человек стал партнером программы Skyway. Каким образом он становится партнером программы Skyway? Через SWIG, через Skyway Capital, напрямую или еще это, друзья, нет никакой разницы. Абсолютно. Поэтому самое главное, что юридически вы должны понимать, на что вы идете и каким образом кто гарантирует ваши инвестиции. Вот это, если у вас понимание есть, значит, вы, соответственно, квалифицированный или, во всяком случае, думающий инвестор. Если у вас таких пониманий нет, значит, прежде чем делать инвестиции, очень хорошо и доходчиво и грамотно для себя изучите. Если не знаете, обратитесь к тому, кто вас приглашал, обратитесь к техподдержку, обратитесь к юристам, получите ответ и после этого только принимайте какие-то решения. Я думаю, что, друзья, это вопрос, потому что это постоянно мне пишут сейчас в почту и пишут по моему вакценту, перевожу ли я. Да, я свои обязательства обязательно перевожу в корневую компанию, потому что я хочу видеть себя в реестре акционеров компании «Евразин Рейл Скайвэй». Так, давно ждем приезда Юницкого в Скомару на подписание как обстоят дела с приездом. Татьяна. Значит, Татьяна, активно вопрос идет, у нас там есть инициативная группа и как только мы получим от них команду, что мэр готов подписывать, значит, сразу объявим о дате и объявим, так самое. Значит, сегодня проект соглашения и проект, который мы там делаем, он находится на согласовании у Фурсова, по-моему, такого фамилии. Соответственно, как только оттуда придет команда, значит, мы, соответственно, сразу же объявим, когда мы будем подписывать. Не называть «Экотехнопарк, полигон». Как корабль назовешь, так он. Ну, Елен, тут я согласен, тут у меня тоже есть определенное, это идет уже из прошлого, потому что, в озерах у нас долгое время назывался «Полигон». Полигон по сравнению, ведь «Полигон» это вообще испытательная площадка. И, по сути дела, «Полигон» это просто привыкшее название, хотя, по сути, вы, конечно, правы. Нельзя Марьеву Горку называть «Полигоном», потому что это намного шире. Это больше, если говорить, салон продаж, «Экотехнопарк». Вот, поэтому, если для кого-то «Полигон» сталкивается с военными действиями, то не совсем правильно. «Полигон» это не военные действия, это только площадка для испытаний, если дословно говорить. Но, «Экотехнопарк» Марьеву Горку, она намного шире стоит в задаче, чем испытания. Это абсолютно правильно. Если в озерах у нас была задача показать и доказать, что технология существует, это чисто научный эксперимент. Это самолет «Братьев Райт». Для того, чтобы показать, что аппарат тяжелее воздуха летел, надо было поднять его в воздух. Вот точно так же в озерах было продемонстрировано, что путевая структура весом меньше 100 кг выдерживает подвижной состав весом 16 тонн. Это было продемонстрировано. И поэтому по привычке озера мы всегда называем полигон. Полигон в озерах. В Марьиной Горке конечно это не полигон. Полигон это только часть «Экотехнопарка». Там конечно будет испытание, там конечно будет научная часть, но основная часть задачи «Экотехнопарка» это демонстрация и салон продаж, который будет привлекать заказчиков. Поэтому давайте действительно будем отвыкать от слова полигон, согласен. Но я могу сказать, что это не просто, потому что всегда идет вот этот груз из озер, который уже тянется не один год. Шоуленд, ну да, Вячеслав, я согласен. То есть может шоуленд, там шоурум, согласен. Так что давайте «Экотехнопарк» очень красивое название, то есть «Экотехнопарк» «Марина Горка», то есть и соответственно будем все привыкать к этому, ну скажем там и понятию и названию. Снова площадка номер три. МЛСА это Олег. Значит здесь я честно могу сказать не ко мне вопрос, я знаю, что она была создана, но вот насколько она работает и приносит результат, я пока сказать не могу. я вот из общения вот с Виктором я понял, что сегодня основную часть инвестиций дает именно две структуры, два фонда, это Skyway Capital и Skyway Invest Group примерно в равных пропорциях и это две активные структуры, которые активно развиваются и активно привлекают партнеров и инвестиции. вот по этому главной компании через внутреннюю биржу в этом году или в следующем. Значит Олег, этот вопрос по продаже обязательств возникнет только после того, как будет закрыт вход в корневую технологию, потому что вторичный рынок сегодня для нас именно как для корневой компании он крайне невыгоден, потому что вторичный рынок это значит оборот без привлечения денег в головную компанию, поэтому как только будет закрыт вход в корневую технологию, сразу же будет запущен механизм по вторичному рынку. Более того, я на прошлом вебинаре говорил, что у нас есть информация, что по мере того, как идет развитие и идет интерес к проекту, сейчас ряд фондов довольно-таки не сказать, что крупных, но средних фондов в Азии, в Гонконге планируют выкуп обязательств, которые были даны еще два года назад. Мы сразу можем сказать, что мы это не приветствуем и нам это не нравится, потому что мы заинтересованы в приходе инвестиций напрямую, но из-за того, что там будет игра на дисконтах и игра на обязательствах за живые деньги, мы эту игру просто остановить в принципе не можем, но мы всегда говорим, что те, кто будет продавать с дисконтом в два-три раза тот пакет, который они купили, лучше вы найдете деньги или лучше вы придержите этот пакет до того, как он будет стоить номинал, потому что если сегодня у вас уже кто-то покупает за живые деньги этот пакет, значит у него есть цена, раз есть цена, значит лучше подождите, это будет намного эффективнее, чем продать. Поэтому эту разъяснительную работу мы будем обязательно вести, но остановить сейчас скупку обязательств, которые мы выдаем на вторичном рынке, особенно на таком диком рынке, мы сегодня остановить естественно не можем, поэтому это, друзья, ну, скажем так, это жизнь и она будет идти своим чередом. Так, тут обсуждение, ну, друзья, обсуждение по собору, то есть я обсуждать, ну, во всяком случае на этих вебинарах не хочу, то есть это одно я могу сказать, что это коуч-тренер, это для кого-то он является авторитетом и кто считает его авторитетом, друзья, кто вам запрещает его слушать, идите и слушайте, я на его вебинары не хожу, мне неинтересно, вот если вам интересно мое мнение, вот для меня он не является авторитетом и коучем, так же, как, наверное, я не являюсь авторитетом для него с точки зрения экономики и с точки зрения макроэкономического прогноза, поэтому здесь, друзья, ничего удивительного странного нет, но с точки зрения личного качества каждого, делайте, что хотите и запретить здесь как раз никто не это самое, не может, поэтому это, друзья, личное мнение каждого. Вот. И я почему отвечаю на этот вопрос, потому что вопрос об этом каждый раз возникает в чате, каждый раз пишут, каждый раз задают вопросов. Единственное, что, друзья, в конце прошлого вебинара у меня возникли вопросы, которые я не успел просто комментировать, потому что выключили чат, ну, выключился, так сказать, это, но я могу сказать, что когда у меня в чате пишут, что СОБР является чистильщиком кармы и великим там магом или там, кем его назвали в прошлый раз, я просто, друзья, прошу на моих вебинарах и здесь больше не произносить таких слов, не произносить больше таких понятий и не произносить больше таких вещей, потому что сейчас идет православный пост, я все-таки традиционного склада, я традиционного склада семьи, традиционного склада ориентации между мужчином и женщинами, традиционной религии, я все-таки считаю, что если у нас тысячелетия религий есть, то не надо перебывать за это, поэтому я все традиционно. И технология, которая сегодня возникает, она тоже традиционным развитием идет, соответственно, технологического процесса. Поэтому, друзья, я за то, что все традиционно. А когда возникают новые какие-то понятия, друзья, это и ко мне. Все. И больше я эти вещи, друзья, не комментирую. И больше давайте на наших вебинарах эти вещи не обсуждать. Так, ну это все, да, друзья, так сказать. Это уже пошел. Давайте у каждого есть свое мнение. И каждый пусть принимает свои решения, как он считает нужным. Ну вот, друзья, давайте, значит, под завершение, естественно, что очень много задают мне вопросов сейчас с точки зрения нефти. То есть нефть там подскочила, упала, сейчас опять, говорят, что неужели она там сейчас опять там взлетит, или мы сейчас ждем какого-то экономического роста или экономического чуда. Здесь я могу сказать, что никакого чуда, друзья, в ближайшее время не произойдет. Были некоторые ожидания, связанные с тем, что Иран не будет наращивать добычу. Иран вчера заявил о том, что не сокращать, а только увеличивать он будет в ближайшие три года. Соответственно, это срывает все договоренности и с Саудовской Аравией, и с Катаром, и с Венесуэлой. Поэтому добыча нефти в ближайшее время для того, чтобы не потерять свой рынок, эти страны снижать не будут. Для России это будет очень сложный период, потому что она вынуждена сейчас сворачивать добычу в труднодоступных месторождениях, особенно в северных месторождениях восстановить, которые очень тяжело. Соответственно, они давят сегодня на российскую экономику ценой. Сегодня опять зашли разговоры об очередных санкциях. Поэтому, друзья, в этом плане, в этой тенденции ничего в ближайшее время меняться похоже не будет. То есть, весь 2016 год будет ожидать с точки зрения усложнения экономической ситуации. Возникают проблемы в пенсионном фонде, мы это видим сейчас, и как решение правительство предлагает увеличить пенсионный возраст. Возникают проблемы в обеспечении бедности, поэтому вчера правительство снизило порог бедности, то есть теперь у нас порог уже бедности приближается к порогу нищенского существа. Это все, друзья, как раз то, что идет, то, что сегодня является фоном к тому, что будет дальше происходить. Дальше сейчас при усугублении вот этого экономического напряжения начнутся уже, я так понимаю, какие-то высказывания недовольства в этом плане, к чему тоже идет активная подготовка. Но, друзья, мы можем сразу сказать, что у нас на этот взгляд есть своя точка зрения. Мы не за, не против, мы не выступаем ни за ту, ни за другую политическую или какую-либо силу. У нас SkyWay и «Строй SkyWay, спасай Россию», «Строй SkyWay, спасай планету» — это наша программа действий, это наш бизнес с вами, на котором мы сегодня можем все и зарабатывать, и строить свои инвестиционные пакеты на будущее. Это и программа к действию как для конкретных регионов, для конкретных компаний, так и для страны в целом. И для всего континента, поэтому мы можем спасать планету. Сегодня это единственное возможное решение, которое мы можем ответить на те проблемы, которые нам пытаются навязать. И игра с нефтью, она сегодня очень серьезная, очень мощная, потому что связка нефти и доллар, она была последние 120 лет, и сейчас практически ничего не изменилось. Единственное, что я могу сказать, что одни из наших партнеров, одни из наших очень серьезных компаньонов и партнеров, которые нам помогают сейчас продвигать проект SkyWay, это люди, которые очень долго работают в инвестиции в нефтяной и газовой отрасли. И просто сам факт, что они начинают сейчас интересоваться и рассматривать проекты инвестирования не в нефть и газы, которые сегодня не интересны с точки зрения работы, а именно SkyWay, это говорит о том, что мы, друзья, с вами выбрали правильный путь, мы с вами правильно сделали, что создали доказательную базу, юридическую базу, которая может привлекать таких игроков, и дальше, я могу сказать, мы увидим результат того, что дальше как это будет развиваться. Это, друзья, уже очень серьезные, как бы, такие утверждения, которые сейчас движутся. Дальше, то, что мы сегодня провели сравнение, это технологии Hyperloop и SkyWay, и где однозначно мы утверждаем, что эта технология просто не конкурентно способна, а про магнитный подвес это даже просто неинтересно обсуждать сегодня. Это уже десятки раз в юнитских вебинарах, конференциях, в роликах показывал, что КПД магнитного подвеса сегодня меньше, чем паровоза, а скорости, которую он сегодня дает, не сопоставимы с теми скоростями, которые даст SkyWay. Это 500-600, ну там хотя бы 500 километров в час. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами делаем очень серьезную вещь, которая с точки зрения развития традиционной науки нам дает направление, которое сегодня называется SkyWay, строй SkyWay, спасай планету. Это серьезное сегодня утверждение и развитие и объект инвестирования. Мы с вами находимся на острие этой работы, поэтому тот, кто на начальном этапе поверил, понял, признал и пришел, значит, он за это должен получить. И у нас юридически все это оформлено. Очень серьезные дивиденды в будущем. Это будет венчурная премия за риск. И это тоже, друзья, абсолютно справедливо. И третий очень важный момент, что мы сегодня, создав краудинвестинговую систему, то есть разложив риски на большое количество людей, канализировали, собрали инвестиции, сделали доказательную базу, которая теперь позволяет уже вести приговоры, вести работу с крупными инвесторами. И четвертый очень важный момент, что уже сейчас появляются уже крупные инвесторы, которые рассматривают именно Skyway уже как объект инвестирования для того, чтобы сохранить инвестиции, которые сегодня выводятся из разного бизнеса, особенно из девелоперского, потому что сегодня девелоперский рынок рушится, и сегодня крупнейшие строительные компании в Москве и в регионах уже находятся в стадии банкротства. Вот потому что сегодня есть ряд компаний, с которыми мы вели переговоры в плане партнеров. Это крупнейшая компания Morton в Москве, которая построила миллионы квадратных метров, которые сегодня в этих метрах не продаются, и это просто фактически превращается в гетто. Так вот эта компания сегодня стоит на грани банкротства, потому что то же жилье, которое построено, продаваться не может, а те задумки, которые они думали, что эти кварталы станут расселением Москвы, они сегодня превращаются в ничто, потому что не продумали транспортную инфраструктуру. И когда в свое время мы обсуждали к созданию именно транспорта второго уровня Skyway для решения этих проблем, Morton принял решение о том, что он будет создавать свою технологию на базе немецкой технологии Ашбан. И на мой вопрос, когда я руководителю этой компании задал, знаете что, Ашбан за 60 лет своего существования построила всего около 500 километров дорог, и больше во всей Германии не построила ни одного километра. Вот почему вы считаете, что в Германии они дураки перестали это строить, а в России мы построим тысячу километров этих, тысячи километров этих дорог? На что они не могли, и я могу сказать, что время ответила этот вопрос, что эта технология в России тоже никогда не пойдет, потому что это даже не вчерашний, а позавчерашний век. Но, тем не менее, был у нас такой период взаимодействия. Поэтому, да, друзья, рубль, тут задают вопрос, то есть, как вы уже заметили, наверное, за последние две недели, рубль четко показал, что он просто держится за нефть. Как нефть колеблется, так колеблется, соответственно, рубль. Поэтому, как только мы увидим цену на нефть там 40, потом 30, потом 20, значит, соответственно, цену за доллар в рублях будет уходить там, соответственно, все в такие же пропорции вверх. То есть, мы увидим цену и 100, и еще, я думаю, значительно выше, прежде чем произойдут очень серьезные такие финансовые события, которые вообще нашу жизнь с вами очень серьезно изменят. Но это мы будем обсуждать дальше по мере развития. Так, как перевести обязательства из СВИГа белорусов в головную компанию. Друзья, ну, тут уже мы столько раз наговорили, зайдите в личный кабинет, там стоит кнопка перехода, нажмите и конвертируйте. Все. То есть, вопрос перевода стоит очень разно, по прогнозу, месяц по 50. Да, это хорошо. У кого 50, я всегда за них радуюсь. Ну, вот, друзья, давайте на этом мы нашу дневную часть вебинара будем заканчивать. Я рад, что к нам подсоединились новые люди, новые, кто пришел в проект Skyway. Я думаю, что тот, кто сегодня работает и активно развивает проект, мы с вами дальше будем активно двигаться, развиваться. И здесь мы как раз с Алексеем можем сказать, что мы самым активным образом двигаемся и растем, привлекая новых людей, новые структуры, новые компании. И этот процесс очень активно сегодня развивается. Если у вас что-то не получается, друзья, значит, вы что-то делаете не так. Обращайтесь, расскажем, покажем, поможем, подскажем. Соответственно, по подготовке к 23-24 работа идет самым активным образом. Надеюсь, что, друзья, мы с вами с многими встретимся. Будет возможность лично пообщаться, обменяться мнениями. И вообще, друзья, 23 апреля это просто будет большой, хороший праздник для нас, для всех, для всех Skyway'евцев. Весна, посадка фруктового сада, общение с Юницким, поздравления с днем рождения, учение эко-технопарка, когда своими можно глазами все увидеть, руками потрогать, сфотографироваться на опоре или верхом на юнибайке. Шутка. Вот. Поэтому, друзья, это все идет, активно движется. И мы с вами своими руками делаем то, за что нам потом своим детям, внукам не стыдно будет сказать, что, друзья, это мы делали своими руками. И все, что мы сделали, зависит только от нас, друзья. Строи Skyway, спаси планету. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok